Вы не знаете, с какой это стати Путин возомнил Россию наследником Советского Союза. В 2020 году он предложил внести поправки к Конституции и прописать, что Россия является правоприемником СССР. По мнению Путина, это есть ответом на запрос, который существует в обществе. Нет, мы, конечно, понимаем, что большинство жителей РФ во главе с Путиным это ментальные совки, желающие возродить Союз. Но при чем здесь правоприемственность, если Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика вышла из состава Советского Союза, внимание, незаконно. В СССР существовал закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Да-да-да, страны Балтии, Кавказа, Молдова и Украина соблюли юридическую процедуру, а Россия нет. То есть Россия, сегодняшняя Российская Федерация, это нелегитимно созданное государство, и попытки прописать в Конституции правоприемственность РФ от СССР, это все равно, что натянуть змею на глобус. Интересное кино, правда? Я сейчас расскажу вам все подробности. Список материалов будет приведен в описании к видео. Но прежде чем мы начнем, попрошу вас подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддержите наши усилия на платформе Patreon или BuyMeCoffee. Подписывайтесь на Telegram и Twitter. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, с какой стати Путин возомнил Россию наследником СССР, да еще и стремится этот СССР возродить? Давайте начнем с общеизвестной нам информации, а потом перейдем к юридическому обоснованию нелегитимности сегодняшней Российской Федерации. Советский Союз создали большевики, пренебрегавшие не только чужой, но и собственной национальностью. Ленин считал себя не русским, а большевиком. Сталин вспоминал, что он грузин лишь за бокалом кахетинского вина под шашлычок. От украинского происхождения Михаила Сергеевича Горбачева оставался разве что так называемый Южный Говор. В СССР господствовала доктрина мировой революции и пролетарского интернационализма. И хотя русский язык и культура торжествовали, ярые российские шовинисты почему-то сидели в концлагерях. Вспомните судьбу Александра Солженицына или Леонида Бородина. Коммунистическая идеология СССР и доктрина русского мира Путина как-то не особо совместимы. В экономическом плане политическое единство СССР обеспечивало социалистическую собственность на нетры и средства производства. СССР похоронила ликвидация монополии государства в экономике. Если восстановить СССР, для стабильности страны необходимо будет произвести национализацию. Доходы от «Газпрома» потекут не на банковские счета кооператива «Озеро», а в госбюджет. Собственность путинской комарильи будет подлежать экспроприации. Они должны будут попрощаться со всем нажитым в результате неустанного распила бюджета и коррупции. Вот с этого и следует начинать, а не с собирания земель. Коммунистический режим присваивал ресурсы, созданные одними регионами, и передавал их другим в соответствии с требованием политического момента. В случае завоевания и аннексии России и бывших территорий СССР, ситуация повторится в более тяжелой для россиян форме. Развязанная РФ-война подорвала экономику Украины. Стремление к ее оккупации приведет РФ к тем же последствиям, что и аннексия Чеченской республики Ичкерия. Кремль буквально завалил деньгами этот регион, дабы удержать в составе РФ. Впрочем, Москва уже сейчас вваливает деньги в некоторые оккупированные тыловые регионы, забирая средства у своих российских областей и краев. Жители Луганска не дадут соврать. Строительные и ремонтные работы бурлят по всему городу. Сложно себе даже представить масштабы распиливаемых на всем этом бюджетов. В случае восстановления территории Советского Союза, как мечтают совки, РФ вынуждена будет кормить бывшие дотационные республики СССР и восстанавливать не только Украину, но и регионы, пострадавшие от российского вмешательства. Грузию, Армению, Молдову, Таджикистан и другие. И это на фоне экономических санкций и политической изоляции России. Следует учесть, что в современной РФ вообще большинство регионов дотационные. РСФСР от положения дотационной республики спасали, да и то по общим показателям, регионы Сибири, где добывали газ, нефть, золото и алмазы. В центральных районах РФ ничего этого нет. Продажу полезных ископаемых уже сейчас ограничивают санкции. В случае новых войн, развязываемых РФ, они лишь усилятся, ибо ни одна страна, бывшая некогда колонией России, не пожелает добровольно возвращаться в рабство. При таких условиях для большинства населения нового СССР суп из лебеды станет пределом мечтаний. Не думаю, что россияне будут счастливы отдавать те жалкие крохи, что сейчас перепадают им с барского стола путинской клики, возвращенным в новый СССР регионам. Если РФ претендует на наследие СССР, то она должна взять на себя ответственность за совершенные преступления против человечности. В современном мире это работает именно так. Вот, например, ФРГ. Совершенно иное государство, нежели Третий Рейх, правда? Но республика старательно выплачивала репарации за гитлеровские преступления. РФ, как претенденту на наследие СССР, надлежит выплатить компенсации населению всех стран, пострадавших от ленинско-сталинской оккупации. Всем потомкам людей, чью жизнь искалечили развязанные большевиками войны, красный террор, кулак, коллективизация, голодоморы, депортации народов, экологические катастрофы и другие катаклизмы, спровоцированные Кремлем. И вот, наконец, мы подобрались к юридической составляющей. Внимание! Если РФ и ее население во главе с Путиным мнят себя правоприемниками Советского Союза, то РСФСР должна была выйти из СССР, соблюдая его законы, а именно, принятый Верховным Советом СССР, закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР от 3 апреля 1990 года, пункт 7 статьи 14 которой предусматривал согласование статуса территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР. Значит, статус Калининградской области, половины Сахалина, Курильских островов, Тувы и других территорий должно согласовать либо со странами, в чей состав они входили ранее, либо с местным населением. Следует также утрясти вопрос с бывшими в 1922 году автономиями РСФСР Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Туркменистаном. Захотят ли их народы и элиты назад в РСФСР? Но и это еще не все. Юридически РСФСР обрела независимость от СССР 12 января 1991 года, когда Ельцин подписал с председателем Верховного Совета Эстонской Республики Рюйтелем договор об основах межгосударственных отношений, в котором РСФСР и Эстония признали друг друга суверенными государствами. Официально Россия вышла из состава СССР 12 декабря 1991 года. Советский Союз прекратил существование на две недели позже. В любом случае Ельцин имел время соблюсти закон о выходе из Союза и согласовать статус территорий, не принадлежащих выходящей республике, на момент ее вступления в состав СССР. Страны Балтии и Кавказа, Молдова и Украина выполнили условия закона о выходе из СССР. Согласно ему, в случае выхода республика уже не является юридически и в иных аспектах частью государственности СССР. Кстати, на момент выхода из СССР Украина, Беларусь и страны Балтии были экономически самодостаточными и не датировались из союзного центра. Советская власть официально признала свободу балтийских стран, о чем свидетельствует постановление Госсовета СССР. Украина вышла из Советского Союза с соблюдением всех формальных процедур, в том числе и упомянутого согласования статуса территории. 1 декабря 1991 года страна провела референдум, в том числе и в автономном Крыму, в соответствии с законами о выходе из состава СССР. РФ подобного референдума не проводила не только в формате РСФСР, но и ни в одной из включенных в ее состав автономии. Украинский референдум проведен в строгом соответствии общесоюзному закону о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Особо учитывалось мнение автономии Крым, который в случае несогласия остался бы в СССР. По итогам референдума абсолютное большинство украинцев, включая Восточную Украину и Крым, высказалось за выход из СССР. Далее, строго по закону, президент Украины начал выполнять остальные предусмотренные процедуры. Установление переходного срока в 5 лет, согласование территориальных вопросов и решение проблемы ядерного оружия. В России все произошло с точностью до наоборот. Законы СССР никто не собирался соблюдать, потому что власти РСФСР сочли их второстепенными. 12 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете, установив приоритет российских законов над союзными. Чуть позже в Беловежской поще Ельцин отозвал подпись РСФСР под договором 1922 года об образовании СССР. Верховный Совет РСФСР ратифицировал его решение. Соблюдая традицию, российская власть не спросила мнения подвластного населения. О кончине СССР население РСФСР узнало явочным порядком. Ельцин совершил, по замечанию кинорежиссера Станислава Говорухина, великую русскую криминальную революцию. Вместо СССР российские власти провозгласили создание нового государства Российской Федерации, сменив кровавый флаг коммунизма на власовский триколор. Если, согласно принятым поправкам Конституции РФ, Российская Федерация является правоприемником Союза СССР на своей территории, то Путин и его клика, как последователи преступившего законы СССР Ельцина, должны признать нелегитимность созданного государства, затем сложить в себя все полномочия и передать власть правоприемникам ЦК КПСС. При этом необходимо будет признать независимость стран Балтии и Кавказа, Молдовы и Украины, поскольку они покинули СССР в соответствии с его законодательством. Кстати, наследникам СССР надлежит вернуть гражданам этих стран все денежные вклады, присвоенные Сбербанком СССР. Поскольку российское законодательство признает преемственность РФ и Советского Союза, при любом раскладе придется выплатить репарации Украине, Молдове, Грузии, Азербайджану, Армении и Таджикистану как странам, пострадавшим от российского вмешательства. Итак, товарищи совки, тоскующие по СССР, вы готовы выполнить все указанные условия? Вопрос, конечно, риторический. Это все утопия. Нелегитимно созданное государство Российской Федерации не обладает достаточным количеством сил, средств и законных оснований. Ведь само это государство является юридическим недоразумением. По сути, Российскую Федерацию нужно пересоздавать заново. И будет это уже далеко не СССР в версии 2.0, а какие-нибудь Соединенные Штаты России, уступающие по размеру сегодняшней РФ. Это обязательно произойдет, никаких сомнений в этом нет. Российская государственность – это недоразумение, которое должно быть и будет исправлено. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, поддерживайте проект на Патреон и Баймия Кофе. Отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова